всем привет дорогие друзья меня зовут роман тамилов и это проект подсмотрена великий устек перед началом этого ролика хотелось бы напомнить что именно в этот день 12 числа 12 августа произошло страшное событие 16-летний парень утонул на реке юг мы оказались невольными свидетелями всего этого и чтобы развеять миф и всякие догадки и недоговорки я вам сегодня все расскажу как это было но это будет уже ближе к концу ролика а пока давайте посмотрим как прошел мой день друзья всем доброе утро меня зовут роман тамилов это проект подсмотрена великий устюг и давненько мы с вами не встречались именно формате влога но как я вам объясню это один день из жизни человека практически полностью записаны на камеру то есть умещены где-то минут 20 сегодня друзья мы с вами поедем с организации такой называется экстрим клуб адреналин макс и еще там куча куча людей мы сегодня поедем прыгать с 30 метров с моста хотите это увидеть тогда не переключайтесь и не перематывайте пожалуйста видео я за вами слежу ну что ж а мы начинаем в общем друзья собственно мы уже начали наше небольшое путешествие мы уже едем на место с нами сегодня макс сзади там влад стас вот это наша команда на сегодня с которым мы будем работать и с которыми мы будем сегодня прыгать в общем ребят мы сейчас отправляемся на место и не теряйте нас из виду мы будем на связи а а Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, вот, собственно, мы и прибыли уже на место. Мы сейчас находимся на мосту через реку Лапенко. Вот, я думаю, вам тут видно. Тут довольно-таки оживленное движение, поэтому я не буду выходить на дорогу. Перейдем сразу... Не-не-не, уроню, я уж привык. Есть связь? Отлично, ребят, есть связь, поэтому... Скорее всего, мы будем делать стрим. Это точно. Мама! Ё-моё! Я сейчас, ребят, покажу вам высоту. Мама! Блин! Ладно, что, ладно. Это... 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 Это трэш. Ну, получается, где-то... Видишь, что... Здесь, да, где-то было... Вот, в середине... Так, поделитесь, должна быть метка. Все пудового должна быть метка. О, бабочка. Блин, да. Где бабочка? Вон, сидит. О, надо, если нет. Ай, улетела. Блин, ну, походу... Да ну нахрен. Блин. Ребята, вы на самом деле просто не представляете. Мы сейчас вот, когда стояли на краю, фотографировались. Короче, проезжает КамАЗ. И этот мост реально просто трясется под нами. Блин, как отсюда можно прыгать. Ну, ничего, короче, ребят, давайте мы начинаем подготовку. Так, мы уже начинаем подготовку. Сейчас эти веревки будут натягиваться вот на те деревья. Ё-моё, что ж там творится-то? Ну, вот ребята готовятся. А я тут стою уже на другой стороне. Лос-Анджелес, what's up? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. В общем, друзья, мы приступаем к следующему этапу подготовки. Мы сейчас будем готовить манекен для сбрасывания с этой высоты. Ну, для манекена нам потребуется песок и... Смотрите, короче, муравьи полетят первые. Нет, я здесь не буду копать. Здесь вон, где... Тут рассадник, короче, уже муравьев. Ну, знаешь, какую экшеновую жизнь вы строите? Плетели бы и... В общем, друзья, давайте мы пока посмотрим, что покопаем. Так что, скоро вернемся. Короче, вот натянули уже веревку. Принесли уже песка для манекена, который будет первым прыгать. И, в принципе, уже потихоньку начинаем готовиться к спуску этого манекена. Ребят, смотрите. Чтобы вы примерно понимали, с какой высоты мы сегодня будем прыгать, то давайте посмотрим вот так вот немножко обзор на высоту этого моста. Вот там он как раз, ребят, вот там производится крепление всех веревок, страховок. И, в общем, прыгать будем вот прямо сюда. А это у нас небольшая речушка. Субтитры делал DimaTorzok Сейчас еще пару манекенов и полетим. Субтитры делал DimaTorzok В общем, ребята, смотрите. Прошел тестовый прыжок нашего Аркадия. Вы все в шоке, да. Нам уже советуют крутить сальтурги и прыгать самим. В общем, тест прошел успешно. И сейчас мы немножко перекусим. И будем тоже прыгать. Так что не переключайтесь. Друзья, небольшая рекламная вставочка. Смотрите, мы сейчас находимся от организации Экстрим Клуб Адреналин. Город Великий Кустик. Вы также можете спокойно обратиться к Максу. Ссылочка его будет вот тут внизу в описании. Заказать игру в лазертак, фейнтбол, прыжок с унижки, сайд. Вот бы просто опер, корпоратив какой-то. В общем, все это вы закажете у него по телефончику, который также будет находиться внизу в описании. Давайте, это первый живой прыжок. Мама родная. Надо даже смотреть в страшной натуре. Мы готовы? У меня аж дух перехватило у самого. Друзья, первый прыжок вроде прошел успешно. Сейчас у нас небольшой перерыв. Мы пошли делать костер. Немножко перекусим и потом уже будем прыгать мы. Да, Леха, будешь прыгать? Леха, наверное, будет первый. Да. Ну, первым прыгать будет больше. Да, ну, я... Ну, я бы встретил. Я лучше посмотрю, сначально, как уходит. ПОДПИШИСЬ! time for some action, time for some action что ребята, готовы прыгать? нет, конечно конечно, да далеко от моста пока находимся сейчас мы готовим костер и потихоньку начинаем избавляться от борщевика и теперь просто давай time for some action time for some action time for some action time for some action вообще с... о, этот анал не надпись с... в общем, друзья начинаем совмещать приятное с полезным Пьем чай, сейчас будем немножко перекусывать и потом уже пойдем прыгать. Пьем чай, за нас красиво. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Сейчас, друзья, я вам покажу фрагменты, моменты тренировок, как мы добирались до этой реки до юга и что мы вообще делали, когда добирались до туда. Так что сейчас будет небольшая нарезочка из этих моментов, а потом уже я вам все расскажу. Смотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мы занимались тренировкой, мы занимались тренировкой, я фотографировал все это дело. И тут мы услышали крики детей, как они начали кричать о помощи. Сначала первые доли секунды мы засомневались, может шутят, но это была доля секунды. Потом сразу же кинулись на помощь к мальчику, к девочке, которые были поближе друг к другу. И за мальчиком, который был дальше всех, тоже ринулся человек. Хочется отметить, что Андрей Голев и Сергей Ситников спасли мальчика Женю и девочку Марию. Мальчику 15 лет, девочке 16 лет. До третьего мальчика, к сожалению, просто не успели доплыть. Вся его ошибка была в том, что он очень сильно запаниковал. Вместо того, чтобы просто успокоиться, лечь на спину или задержать дыхание, нырнуть и снова вынырнуть. Он просто в вертикальном положении махал руками и старался кричать. Раза три он уходил под воду, но это было всего на несколько секунд. То есть 2-3 секунды он был чисто под водой, потом он снова всплывал. Но когда до него буквально оставалось доплыть метров 20, просто последний всплеск, рука, взмах руки и он ушел под воду. Это страшно, на самом деле страшно. В этот момент, когда уже вытаскивали мальчика с девочкой, я начал вызывать скорую. Позвонил в скорую. Сначала там долго не могли понять, куда ехать. Я все постарался объяснить. Сказал, чтобы вызывали всех. Это было время где-то 18.50. В тот же момент мы начали звонить на пульт Росгвардии, а уже с пульта Росгвардии уже принимали звонок в отделе внутренних дел. То есть у нас уже в Устюге. Звонок был принят в 18.53. Спустя некоторое время приехала скорая, забрала девочку. Остался только один мальчик. Его зовут Женя. Мы с ним обследовали берег. Немного метров на 300-400 прошлись по берегу. Мы ничего не нашли. Вернулись и стали ждать помощи. Первым приехал Александр Владимирович Кузьмин, глава Великогорсского муниципального района. Следом за ним уже приехали спасатели. Но тело, даже вот на момент записи этого видео, так до сих пор и не нашли. Хотелось бы уточнить, вообще сказать, как это все было. По словам мальчика, которого спасли, первый начал тонуть он. А мальчик, который утонул, он плыл нормально там, все. Но как увидев то, что тонет его двоюродный брат, он запаниковал. И запаниковал сильнее, чем сам брат, который оказался ближе всех к сестре, которая была на бревне в этот момент. В итоге он запаниковал и, к сожалению, не справился с течением. И просто-напросто утонул. Мне искренне жаль. И мы все приносим, те, кто были в этот момент на берегу, все приносим искренние соболезнования родным и близким. Никогда в жизни, друзья, не ходите одни на реку. Река это очень опасное место. Особенно у нас река Юг. Место, где дно практически неизведано никак. Но вот тело до сих пор не нашли. В общем, друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь на проект «Подсмотрены на Великий Устьюг». Подписывайтесь на меня в социальных сетях. Давайте, всем удачи и хорошего настроения. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!